Безусловно, это текущая обстановка. Если мы говорим про кибербезопасность, это, безусловно, рост количества атак, атак мотивированных уже не только и даже не столько деньгами, сколько то, что называется активизмом, когда это движимо какими-то политическими мотивами или какими-то личными целями, назовем это так. И количество таких атак, оно растет с ростом напряженности в целом в мире. Поэтому я бы сказал, что здесь наша страна сталкивается именно с серьезным вызовом того, выдержим ли мы этот натиск и не придет ли это каким-то серьезным инцидентом с какими-то печальными последствиями. Это с одной стороны, с другой стороны это вопрос того самого технологического суверенитета, про который много говорилось в предыдущие годы, но объективно не так много делалось по причине того, что в целом всем по понятным причинам было удобно использовать те или иные технологии. Сейчас многие компании поставлены в ситуацию, когда у них просто нет выбора. Зарубежные производители либо уже ушли, либо в ближайшее время уйдут или так или иначе ограничат поддержку тех технологий, которые они поставляли. И здесь опять же возникает вопрос и глобально с точки зрения IT, цифровизации, то есть на чем это все будет делаться. Ну и если говорить про нашу специфику, про кибербезопасность, то опять же на чем эта самая кибербезопасность будет делаться, на каких технологиях, за счет чего и кем в конечном итоге. Я бы сказал, что мир был устроен таким образом, что технологии развивались именно там, где в них активно вкладывались. Речь идет, безусловно, про американский рынок, то есть это рынок, который был и остается самым большим в мире технологическим, и любая компания, которая даже вырастала, предположим, в России, в любой другой стране. Основателям становилось понятно, что если хочется каких-то там заоблачных высот, много денег и так далее, то единственный вариант — это движение на запад, то есть релокация в Соединенные Штаты, получение инвестиций в Соединенных Штатах и так далее. То есть правила игры были такие, по-другому было невозможно. Мало кто бы вкладывался в компании, которые расположены в России или в какой-то другой стране, а не переезжают в Соединенные Штаты. Поэтому это не вопрос заложников, это скорее вопрос того, чтобы система была устроена мировая таким образом, что все компании технологически стремились обосноваться в Соединенных Штатах. Технологии — это всегда про вложения в инвестиции. И любую компанию крупную американскую взять, она вкладывает миллионы, миллиарды долларов в инновации, в исследования, в те вещи, которые потом рождают вот эти самые передовые технологии, в том числе и в кибербезопасности. Нам это тоже крайне необходимо, чтобы бизнесы активно в это вкладывались и чтобы у них была возможность в это активно вкладываться. Это тоже очень важно. Я бы сказал, что это бизнес и государство. И у тех и других есть запрос на технологии. При этом бизнес традиционно более мобильный и более конкретный с точки зрения требований, ориентированный на результат, на получение какой-то отдачи, на эффективность и вот на подобные вещи. С точки зрения государства это всегда какие-то более долгосрочные инициативы, всегда больший уровень бюрократии, необходимости согласований и таких стадий, где что-то может пойти не так или потеряться. Но все равно государство задает точно также тренды в виде регуляторов, которые выпускают нормативы, которые определяют обязательность использования тех или иных технологий безопасности, переход, например, на отечественные технологии безопасности, то, что сейчас есть приказ президента и так далее. То есть, в принципе, и те, и другие, каждый по-своему, но влияют на развитие индустрии, безусловно. Ну, в общем, влияние, конечно, огромное. Я бы даже сказал, что пока его сложно оценить, объективно это надо будет делать через пару лет. Что мы имеем? С одной стороны, компании локальные получили огромный стимул к развитию, потому как тут рынок, который до этого был закрыт зарубежными производителями, и подвинуть их было, как правило, очень сложно, по самым разным причинам. И потому что эти технологии уже используются, зачем их менять? Просто потому что отечественная разработка, ну, это не тот стимул, даже при наличии тренда на импортозамещение и все остальное прочее. Плюс зарубежные производители, которые, по крайней мере, приходили в Россию, это, как правило, все производители, уже имеющие серьезное присутствие на своем локальном американском рынке, соответственно, они обладают большими бюджетами маркетинга, они нанимают здесь локальные команды, которым готовы платить выше рынка, то есть собирая крутых экспертов и так далее. То есть они объективно имели очень сильную позицию здесь, в России, которой бороться в лоб было очень проблематично. Сейчас этот рынок освобождается, его можно занимать. И это как бы плюс с точки зрения бизнеса, и это возможность для локальных компаний действительно показать себя. Дальше все будет зависеть от них, потому что можно заниматься профанацией и просто воспользоваться этой возможностью, и в какой-то краткосрочной перспективе можно, что называется, какие-то сливки снять. Но в долгу так работать не будет. То есть пользователи, в данном случае мы говорим про бизнес, про государство, будет требовать результат в том или ином виде, в том, чтобы технологии работали, обеспечивали то, что заявлено и так далее. И это смогут обеспечить только те, кто вкладываются в R&D, в развитие своих продуктов. На рынке труда стало гораздо больше свободных людей. То есть если раньше нам приходилось долго искать, чтобы закрыть позицию разработчиков, предположим, ну и вот таких дефицитных профессий, назовем это так, то сейчас срок, за который мы находим человека, сократился ощутимо. И это связано именно с тем, что люди, которые работали удаленно на зарубежные компании, либо работали в таких вот компаниях, которые, опять же, либо с российскими корнями, либо иностранные, теперь они из России уходят, потому что у них иностранные инвесторы, у них большая часть выручки за рубежом, и взвешивая это все, они принимают решение, что им как бы, ну, проще пожертвовать тем рынком локальным, который есть в России, но сохранить рынок, который есть глобальный, мировой. Это положительная сторона. Отрицательная сторона – это, безусловно, сокращение конкуренции. Это может сыграть такую злую, плохую шутку, когда будет меньше стимулов у компаний не развиваться или воспользоваться таким условно-монопольным положением, потому что конкуренции нет, или она очень слабая. Сыграет ли это? Ну, поживем, увидим. Не хотелось бы, но возможно. Обмен опытом – это вообще крайне важная вещь в профессиональной среде, потому что, если мы возьмем наших оппонентов, назовем это киберпреступность, как бы то ни было, то эти люди активно делятся между собой информацией на коммерческой основе, продавая какие-то инструменты или данные, и на безвозмездной основе обмениваясь какими-то, опять же, сведениями, инструментами, доступами, как раз-таки в рамках тех самых каких-то политических, идеологических мотивов. То есть темная сторона, она обменивается между собой сведениями и активно взаимодействует. А вот с точки зрения кибербезопасности это всегда была большая такая проблема, как-то вот все немножко закрытые, не совсем рассказывают про успехи, и уж тем более про провалы. И из-за этого обмена оптом мало. Поэтому я бы сказал, что любой форум, который будет помогать обмениваться ситуацией, опытом, актуальной информацией для того, чтобы мы, как сообщество, обеспечивающее безопасность, становились прокачены, это однозначный плюс. Особенность форума еще и в том, что эта локация, в которую ты попадаешь, это не в Москве, тебе нужно туда доехать, оттуда еще не так-то просто уехать. Тебе деваться некуда, ты как бы находишься в этом поле общения, так или иначе, ты сфокусирован на этом, ты ради этого туда приехал. Находясь на каком-то мероприятии в Москве, тебя всегда могут дернуть срочно, на работу нужно уехать, здесь там позвонили и так далее. То есть ты легко из этого общения выдергиваешься, можешь по какой-то причине не прийти и так далее. То есть вот эта важная особенность, которая всегда была у Магиттагорского форума, в том, что там люди сконцентрированы на взаимодействии и обмене информации.